Продолжим обсуждение с Дмитрием Гудковым, политиком. Дмитрий, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, как вам прямая линия вчера? Вы смотрели это все? Вы тоже мучились, как мы, 4 часа? Зачем мне это мучиться? Вам понятно, это нужно поработать. А я просто потом перечитал в кратком пересказе. Все понятно. Он ничем не отличается, этот пересказ, от прошлогоднего. Все одно и то же. Зияющая пустота. Просто ни о чем. Про морковь мне понравилось, конечно. Про бананы и морковь? Конечно, да. Но этого еще не было. Раньше были надои, молоко. В общем, что-то дедушка там в бункере постоянно рассказывает нам всякие разные вещи. Глаза у него загорается именно когда про эсминец британский, про Украину, про геополитику. Все остальное. Я даже не понимаю, зачем он это делает. Вот просто для кого он делает? Вы-то хоть лайки собираете? Нет, но с другой стороны, может быть, это действительно работает. Может быть, действительно люди, которые смотрят это по телевизору, а таких людей, я предполагаю, довольно много, вот они смотрят. Им кажется, что действительно работа идет. Им кажется, что действительно президент решает проблемы конкретных людей. И потом, 18 сентября, Путин проанонсировал, что Единая Россия остается главной политической силой в стране. И вот они пойдут, проголосуют за Единую Россию. Может быть, это действительно такой важный электоральный элемент предвыборной программы? Да нет, но вы поймите, что все это делается для того, чтобы угодить одному человеку. То есть вот эта толпа халуев, переодетых всяких ФСОшников, которые сидят от имени кого-то, либо вопросы задают, либо делают вид, что они представляют какие-то социальные слои населения. Все это делается, потому что Путину это нравится. Но если вы это запустите в YouTube и посмотрите по числу лайков и дизлайков, вы увидите, что это давно уже никому не нравится. Потому что все эти разговоры абсолютно пустые. И невозможно себе представить какого-нибудь... Вот Макаревич правильно написал американского президента, которому звонят из Калифорнии и просят решить вопрос с электроэнергией. Это просто невозможно. И в мире, и нигде такого просто нет, кроме там, может быть, еще в Северной Корее. Кстати, это аргумент госпропагандистов, что ни один американский президент не может высадить такую большую прямую линию и так долго общаться с населением. Ну, все же прекрасно понимают, что невозможно президенту решать такие мелкие вопросы. Он должен был наладить систему, институт и так далее. Вот, поэтому, на мой взгляд, это абсолютно пустая трата времени и денег. Она просто показывает, в каком веке живет российский президент. Ну, то есть это настолько уже просто из прошлого века, если не из позапрошлого, понимаете, что человек находится в изоляции от нормальной жизни. Он просто не понимает вообще, что происходит в мире, какие события. И он все вот живет новостями из папочек, которые ему приносят, там, эсминец британский в Черном море, которую прогнали доблестно, прогнали российские военнослужащие. Вот он в этой повестке живет. Ну да, это оторванность от реальности очень бросалось в глаза, особенно, когда он не смог сказать, собственно, меру измерения воды. То есть 37 рублей за что, и дальше он про кубометр, в общем, явно оказался не в курсе. Где находится троиц, сконечка. Да, и ведущие, причем тоже ему не помогли. Но немножечко переходя от Путина и его собственной реальности к реальности нашей, расскажите, в общем-то, как у вас дела, какие ваши планы, и политические в том числе. Может быть, вы уже определились и можете чем-то поделиться. Ну, планы у меня очень простые. Я жду свою супругу, жду своих детей. Дальше мы едем в Болгарию к родителям. Какое-то время просто надо отдохнуть немножко. А в дальнейших планах, ну, во-первых, хочу подождать, чем закончатся допросы, потому что в пятницу вызывают снова на допросы мою супругу и мою тетю. Теперь у них оказывается новое уголовное дело по факту хранения патронов. Такие патроны вы видели, да, вот такая муляж, подарочная упаковка с каким-то алкогольным в виде, там, то ли гранатным, то ли в виде чего-то, там, моя супруга показывала. Вот, все они проходят пока свидетелями. Так что в этих условиях, на самом деле, очень трудно планировать, потому что, конечно же, я хочу вернуться. Я полностью в российской повестке с утра, я всегда смотрю новости, смотрю дождь, смотрю разные независимые СМИ, вот, свою ленту просматриваю. И знаю, конечно, что в России проходят обыски. Вчера были обыски у журналистов проекта, вот, поэтому, пользуясь случаем, передаю им свои слова поддержки. Вот, если говорить о том, что можно вообще делать, если вдруг не будет возможности у меня приехать какое-то время в Россию, то, вот, все, на самом деле, люди за рубежом, понимая, что они не могут, может быть, как-то впрямую повлиять на изменение режима, они понимают все равно, что этот режим обречен, он не имеет просто никакого смысла. То есть удержание власти ради удержания власти. Никакой идеи давно уже нет. То все уже озабочены тем, а что будет после Путина. Не кто, а что будет после Путина. То есть какая будет политика, какая будет внешняя политика, какая Конституция, роль России в мире, какие отрасли необходимо развивать. Я, наверное, постараюсь провести такую работу, чтобы были уже готовы какие-то предложения по реформам. Это, собственно, то, чего я умею делать. Это проект новой Конституции, это проект судебной реформы, избирательной реформы. Я об этом как раз делал ролики. А теперь это просто стоит этим заняться, даже если еще какое-то время Путин будет у власти. Но все равно нам необходимо показать дорожную карту, а куда Россию поведем мы, какую Россию будем строить мы после Путина. Спасибо большое. Дмитрий Гудков, политик, был с нами на прямой связи, обсуждали прямую линию Путина и его дальнейшие планы. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор Дождя. Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но Дождь — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на Дождь. tvrain.ru слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.